МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Превысив свои должностные полномочия, он приостанавливает этот перевод вплоть до моего увольнения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кого они увольняют, вот они применяют вот эту удовольствие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В редакцию телекомпании НТС обратился наш соотечественник Махмуд Султанов, проработавший 18 лет в крупнейшей в Кыргызстане горнодобывающей компании Кумтор. Свою деятельность Султанов начал обычным менеджером и поднялся по карьерной лестнице до начальника транспортного отдела. Но 4 года назад он был уволен. С тех пор для него идет бесконечный круговорот судов в природе. 20 августа 2013 года прошло общее собрание акционеров Кумтор Голд Кампани. На этом общем собрании акционеров было принято решение о переводе всей операционной деятельности Кумтор Оперейтинг Кампани и действующих сотрудников Кумтор Оперейтинг Кампани в ЗАО Кумтор Голд Кампани. На основании этого решения президент Кумтор Оперейтинг Кампани господин Фишер, он издает приказ 31 марта за номером 76. 31 марта в каком году? 2014 года. В котором говорится, что все действующие сотрудники Кумтор Оперейтинг Кампани должны быть переведены из ЗАО КОК в ЗАО КГК. По закону собрание акционеров является высшим органом, а принятые на нем решения обязательны для всех акционеров компании. В связи с этим ЗАО Кумтор Голд Кампани взяла на себя обязательство контролировать процедуру перевода работников из Кумтор Оперейтинг Кампани в Кумтор Голд Кампани. На следующий день, 21 августа 2013 года, вернувшись к обсуждению порядка реализации решения внеочередного собрания акционеров, а также убедившись в законности своих действий, президенты Кумтор Оперейтинг Кампани и Кумтор Голд Кампани подписали совместное решение. Чуть позже, 31 марта 2014 года, президент Кумтор Оперейтинг Кампани издает приказ за номером 76 о переводе работников. Осуществление же всех необходимых мероприятий по переводу сотрудников было поручено отделу кадров Кумтор Оперейтинг Кампани. И данный процесс в соответствии с решением собраний акционеров должен был начаться 1 апреля 2014 года. Однако отдел кадров во главе с вице-президентом Кумтор Оперейтинг Кампани Дионом Баденхорстом издает приказ от 26 февраля 2014 года со ссылкой на статью 83 Трудового кодекса Кыргызской республики о сокращении штатной единицы. Вице-президент по кадрам господин Баденхорст не выполнил, во-первых, решение собрания акционеров, не выполнил приказ президента компании номер 76. Превысив свои должностные полномочия, он приостанавливает этот перевод вплоть до моего увольнения. Меня увольняют 20 июня 2014 года. 27 июня по внутренней электронной сети по почте сотрудник отдела кадров делает рассылку о том, чтобы все сотрудники явились в отдел кадров и сдали уведомление о предложении. Уведомление о предложении – это такой документ, который действующие сотрудники могли подписать. И этим самым они были согласны на перевод из КОК КГК. Это уведомление о предложении было вручено после 4 апреля. Я, как действующий сотрудник компании, Кумптор Оперейтинг Кампании, тоже наряду со всеми действующими сотрудниками головного офиса УЧКУН, получил на руки это уведомление о предложении. Но спустя некоторое время, в тот же день, ко мне пришел начальник отдела кадров и потребовал в ультимативной форме вернуть эту форму уведомления о предложении. Я отказался его возвращать. И из-за этого, получается, господин Баденхорст приостановил процесс перевода сотрудников из КОК КГК. Хотя на тот момент уже львиная доля сотрудников была уже переведена согласно приказу номер 76 вот 31 марта 2014 года за подписью Майкла Фишера. Махмуд Султанов подал судебный иск о восстановлении его в должности. Но Октябрьский районный суд затянул рассмотрение дела на два долгих года. А в 2016 году, наконец-таки рассмотрев его, Октябрьский райсуд вынес решение в пользу администрации золотодобывающего предприятия. Октябрьский районный суд, он, получается, затянул, заволокитил мое дело. И вплоть до 2016 года мое дело практически не рассматривалось. Два года. Да, это два года. Это два года под разными предлогами, удовлетворяя незаконные ходатайства представителя, ответчика, адвоката Давлитбаевой. И только в 2016 году мое дело было рассмотрено. Мой иск не был удовлетворен. Вторая инстанция, Бишкевский городской суд, также не принимая во внимание многочисленные нарушения, факты при моем незаконном увольнении, тоже односторонне рассмотрел и вынес решение в пользу ответчика. То есть в пользу кумтор. Мы подали надзорную жалобу Верховный суд Кыргызской республики. В 2017 году, в начале, Верховный суд отменяет решение второй инстанции и возвращает на новое рассмотрение вновь Бишкевский городской суд. В прошлом году, в 2017, 27 июня, Бишкевский городской суд, снова, не слушая вообще наши факты, не слушая моего адвоката, только принимая одну сторону, выносит решение в пользу ответчика, то есть в пользу кумтора. Мы вновь возвращаемся в Верховный суд. Верховный суд в этом году, 30 января 2018 года, рассмотрев мое дело, вновь отменяет решение Бишкевского городского суда и возвращает уже в третий раз на вторую инстанцию. По словам Ахмута Султанова и его представителя, судьи Бишкевской коллеги и не собирались объективно разбираться в деле. Это было видно по введению процесса председательской судьи Манжиевой, также Скрипкиной, которая тоже была в этом составе. На наши факты, на наши доводы они не реагировали, слушая только одну сторону. Вы сказали, что Верховный суд вернул в третий раз. В третий раз или во второй раз? Верховный суд два раза рассмотрел. Мы в городской попали опять, получается, в третий раз. О том, как рассматривают дела правовершители Аида Манжиева, Бермет Тулубаева, Ирина Скрипкина и Эрмек Бесикеев, общественности известно. Фамилии указанных служителей Фемиды красуются в списке 20 судей, допустивших грубейшее нарушение законодательства и неоднократно проигнорировавших постановление Пленума Верховного суда, которые, согласно Конституции Кыргызской Республики, обязательны для исполнения всеми судами и судьями. Что же в деле смущает Верховный суд, который неоднократно отменяет решение гор суда и возвращает дело на новое рассмотрение? Высшая судебная инстанция дважды отменяла определение предыдущих инстанций по следующим основаниям. Судами не выяснены обстоятельства увольнения. Также не выяснены причины неисполнения приказа за номером 76 от 31 марта 2014 года. В соответствии с приказом и согласно решению внеочередного общего собрания акционеров отдел кадров ЗАО Кунтур Оперейтинг Компани был обязан осуществить перевод с 1 апреля 2014 года всех сотрудников ЗАО Кунтур Оперейтинг Компани в ЗАО Кунтур Голд Компани без исключения. Перевод следовало осуществить с сохранением всем существующих компаний условий труда, должностей, заработной платы, гарантий и льгот, предусмотренных трудовыми договорами. И имеющийся на предприятии профсоюзный комитет Кунтур, кстати, признанный лучшим в 2012 году, справедливо встал на сторону Махмуда Султанова. Реакция профсоюза была вполне объяснимой, потому что после мне 26 февраля 2014 года на руки было вручено уведомление о моем сокращении увольнений. Почему-то после вручения мне этого уведомления, они только после этого обращаются в профсоюз, хотя они должны были сначала согласовать свои действия, свой вот этот приказ о сокращении, получить разрешение от профсоюза. Профсоюз обоснованно ответил отказом. Согласно этому уведомлению, меня должны были уволить и сократить 1 апреля 2014 года. Но меня уволили только 20 июня 2014 года. То есть на протяжении 2-3 месяцев администрация Кунтура пыталась добиться разрешения на мое увольнение, но профсоюз обоснованно, приводя доводы. Профсоюз просил только предоставить расширенный такой обоснованный четкий ответ. В связи с чем увольняется? Да, вот меня же уволили с формулировкой в целях повышения эффективности работы транспортного отдела. Вы мешали эффективности? Ну, получается, да. Знаете, в головном офисе Кунтура оперейтинг компании транспортный отдел, это самый многочисленный был отдел. В моем подчинении было 28 водителей, 4 диспетчера, 1 администратор и еще 4 механика. И почему-то вот вице-президенту по кадрам показалось, что вот именно руководитель самого крупного подразделения мешает эффективности работы транспортного отдела. Просто тормозит работу. Да, просто тормозит. Да, просто тормозит. За время вашей работы имелись ли взыскания, какие-то дисциплинарные наказания, какие-то замечания? Нет, за 18 лет работы в этой компании у меня не было ни выговоров, никаких взысканий, даже устных замечаний. Поощрения были? Были поощрения, но они не были отмечены в моей трудовой книжке. Ну, я хочу сказать, что компания, допустим, на протяжении 18 лет, вот в эти 18 лет, она, например, оплатила мою учебу. То есть у меня был целенаправленный шел рост по служебной лестнице, по карьерной лестнице. Я начинал, допустим, вообще с секретаря. Позиции, что увольнение Махмуда Султанова является незаконным, придерживается и эксперт по трудовым правам Центра исследования социально-трудовых отношений Назар Джаналиев. Напомним, в 2015 году он отстаивал интерес бывших сотрудников ЗАО «Кумтор». Тогда компания отказывалась признать наличие у них инвалидности, различных степеней и трудовых увечий и разными путями препятствовала работе медицинских комиссий. В идеале должно было быть так. Работодатель решает в своих внутренних документах о оптимизации каких-то процессов и не вынося приказ данное решение, они согласуют с профсоюзом. Профсоюз также на стороне работодателя тоже заинтересован в сокращении, а в оптимизации процессов в компании и тоже дает свои советы. Данная процедура согласовывается с профсоюзным комитетом. Далее идет, после согласования с профсоюзным комитетом, издается приказ, после издания приказа уведомляется работник. По законодательству нашей республики после приказа дальнейшее согласование идет дальше с профсоюзом и после идет сокращение штата. Работодатель сам лично решает, ну он вправе решать такие вопросы, но он решает вопросы оптимизации и сокращения штата и издает приказ. До издания приказа работодатель направляет уведомление работнику, здесь и получается была нарушена процедура увольнения. То есть согласования с профсоюзным комитетом не было? Да, согласования с профсоюзным комитетом не было. Согласование с профсоюзным комитетом обязательно процедура? Да, обязательно. Согласно? Согласно 84-й статье ТЗО Кодекса. А вот у президента по кадрам золотодобывающего предприятия Диона Баденхорста видимо другой взгляд на ситуацию. Он убежден, что прием на работу, увольнение с должности сотрудников, представление льгот, компенсации и гарантии – прерогатива исключительно работодателя. Об этом в телефонном разговоре рассказал технический инспектор труда профсоюзного комитета Кунтор Оперейтинг Компани Бакет Турдубеков. Согласно статье 84 Трудового кодекса, увольнение работников, являющихся членами профсоюза, профсоюзной организации, именно по сокращению штатов, не допускается, еще раз повторюсь, не допускается без предварительного письменного согласия соответствующей предприятий организации. Бакет Турдубеков подчеркнул, что в адрес правкома поступило три запроса на увольнение Махмуда Султанова, но тогда возникают резонные вопросы. Если благосклонность профсоюза не требуется, стоило ли отправлять такое количество запросов? И зачем такая настойчивость в получении от профсоюза согласия? Профсоюзный комитет, в свою очередь, просмотрев все эти три запроса, мотивированно отказал от дачи согласия на увольнение. Напрашивается резонный вопрос, почему? Потому что нам остается не совсем понятен вопрос, почему именно сокращается ценарь самого крупного подразделения. На тот момент это подразделение состояло из 28 водителей, 4 диспетчеров, 1 администратора и бригадира-водителей. Сокращение должности координатора и передача его функции линейному менеджеру, то есть начальнику отдела, может привести, мы считаем, не к повышению эффективности, а напротив, к ухудшению данного многочисленного подразделения. Так как в подчинении вышеупомянутого линейного менеджера находятся еще 7 подразделений, и возложение дополнительной нагрузки, как непосредственно руководство, столь важным подразделением, может привести к ослаблению качественного управления. Еще не стоит забывать, что транспортное средство, как правило, все мы знаем, что оно является источником повышенной опасности. В связи с этим, транспортное подразделение требует постоянного контроля, координации и непосредственно самостоятельного управления. Поэтому мы шли к выводу, что данное сокращение должности координатора транспортного подразделения носит не объективное повышение эффективности, а субъективное волнение неугодного работника характера. В случае нарушается конституционное правило Султанова Махмуда на труп. Отдел кадров во всех своих запросах не дал расширенного и исчерпывающего объяснения, почему должность координатора необходимо сократить. Все сводилось к красивым, общим и модным словам «эффективность и оптимизация процесса». А раз отсутствуют объективные причины, правком предприятия отказал в согласии на увольнение Султанова. Дошло до того, что представитель администрации кунтура подала в Каракольский городской суд иск на решение профсоюзной организации предприятия. Однако, как следует из документа, суд первой инстанции принял сторону профсоюза, отказав ИСЦУ в удовлетворении заявления. Не согласившись с этим, компания, в свою очередь, в порядке апелляции, обратилась в судебную коллегию по гражданским делам Иссык-Кульского областного суда. Иссык-Кульский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу администрации компании, отменила решение суда первой инстанции, то есть Каракольского городского суда, и прекратила производство по делам, обосновав свое решение, что законность от каждой профсоюзной организации, имеется в виду дача и согласия на увольнение работника, подлежит оценке судом, наряду с другими доказательствами, при оставивании законности увольнения работника, то есть когда он сам непосредственно обратится в суд о восстановлении на работе, вот тогда с другими доказательствами рассматриваются. И Верховный суд тоже оставил в силе решение Иссык-Кульского областного суда. О том, что не допускается увольнение сотрудника без предварительного уведомления профсоюза и получения письменного согласия, считает и председатель Центрального комитета Горно-Металлургического профсоюза Кыргызстана. Кстати, достаточно известный защитник прав рабочих Эльдар Таджибаев. То есть прежде чем уволить работника, допустим, по сокращению, или там за нарушение по охране труда, и ряд других есть оснований, от профсоюза соответствующего предприятия должны получить предварительное согласие на увольнение данного работника. К сожалению, многие компании, администрации, руководства игнорируют данную статью. Но это за собой влечет судебное разбирательство. Но в большинстве случаев я сказал бы, что работодатели исполняют эту норму. Исполняют. То есть обращаются. Но некоторые компании путают содержание этой статьи, по-своему истолковывают. К примеру, если возьмем тот же Кумтор, то есть в законе написано, после получения предварительного согласия, согласования данного вопроса. Они говорят, что главное, мы прошли процедуру согласования, то есть дали запрос, неважно какой получили ответ положительный или отрицательный, мы имеем право уволить. Это абсолютно неправильное понимание этой статьи. Увольнение работников, являющихся членами профсоюзной организации, членами профсоюза, по пункту, там перечисляется, да, четыре основания, не допускается без предварительного письменного согласия соответствующей профсоюзной организации. Понимаете? Слово предварительно означает до того, как издать приказ об увольнении. Это какая статья вы говорите? 84-я, да. 84-я статья. Письменного согласия, то есть имеется в виду не после процедуры согласования вопроса увольнения, а именно после получения письменного согласия. Понимаете? То есть организация, администрация, сначала должна получить согласие, да, правком пишет, действительно, все основания, доводы, доводы как бы обоснованы, мы даем согласие на увольнение. После этого имеет право издать приказ об увольнении. Если правком отказывает, естественно, не имеют права увольнять по сокращению штатов. И вот здесь, в случае, допустим, с Султановым, Махмудом, профсоюзный комитет не дал согласия на увольнение, потому что он посчитал данное сокращение необоснованное. Соответственно, администрация не имела права его увольнять. Глава Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза подчеркнул, что случаи, когда иностранный работодатель, находясь на территории Кыргызстана, ущемляет трудовые права его граждан, не единичны. Здесь, к сожалению, мы сталкиваемся с проблемами судебного производства в Кыргызской республике. К примеру, у нас был один случай сейчас, до сих пор продолжается, увольнение работника с китайской компании, где третий год процесс длится, тянется. Вот один из председателей правкомов был уволен, тоже вот золотодобывающее предприятие, три с половиной года процесс шел. Да, признали незаконным увольнение, признали незаконным. Вот человек три с половиной года без работы ходил. Но ему потом выплатили перед восстановлением? Ну, представьте, три с половиной года человек без работы, это какой моральный вред. Это все мелочь, вот это за вынужденный прогул суммы, это, знаете, компенсация такая, ничего не стоит компенсацией с моральным вредом, который человек получил. То есть люди думали, что он нарушитель, родственники, соседи, ой, он даже нормально работать не может, его он уволили, выкинули из компании, да, понимаете? Люди-то откуда нюансы все понимают, что он там, наоборот, герой был за хрустанцев, права качал, там, заставлял иностранных работодателей соблюдать наше трудовое законодательство, там, выплачивать нашим людям какие-то надбавки и так далее. Не увольнять, не устраивать гонения на наших людей, уважительно относиться к гражданам, к Рыской Республике, к работникам. И за все это его увольняют, да? И получается, чтобы человек доказал, что его воля не обоснована, надо 3-4 года. Это, конечно, неправильно. Это надо менять эту систему законодательства, регулирующую судебное производство, но что-то, как-то надо эту ситуацию менять, потому что очень многие, во многих случаях мы сталкиваемся, когда дела искусственно затягиваются. К примеру, только чтобы произвести экспертизу, бухгалтерскую экспертизу, то есть сколько человеку надо выплатить за вынужденный прогол сумму. Полтора года заявления, материалы лежали в Бюро судебных экспертиз, потому что там ответили, что у нас очередь. Мы еще рассматриваем заявление полуторагодовалой давности, а сейчас ваше заявление придет только через полгода, там очередь дойдет. Бюро судебных экспертиз это премьер юсти? Да, да, да. Понимаете, я не знаю, может быть сейчас эта ситуация улучшилась, да? Но вот полтора-два года назад нам пришлось ждать большой период времени. Как показывает практика, кыргызстанцу сложно отстаивать свои права даже при поддержке профсоюзов. Напрашивается вопрос, почему иностранные компании, на родине которых профсоюзы имеют мощную силу, пренебрегают мнением местного профсоюза искренне полагая, что его решения носят лишь сугубо рекомендательный характер и не считаются с трудовым законодательством страны. Вы вначале абсолютно справедливо сказали о том, что профсоюзы у нас недостаточно сильные, недостаточно используют, да? Это крайне такая дипломатическая версия этого мнения, да, о профсоюзах. На самом деле я с вами абсолютно согласен. Слабые, беззубые профсоюзы. И надо работать, надо создавать профсоюзы, надо развивать профсоюзы. И на государственном уровне, то есть на республиканском, да, начиная от федерации профсоюзов, отраслевых профсоюзов и заканчивают рядовыми правкомами профсоюзами. Потому что полномочия, полномочия у профсоюзов действительно очень широкие. Но надо использовать, надо доводить до сведения каждого работника о том, что может делать профсоюз, как он может защитить права работников. Объективности ради отметим, что на увольнение Махмуда Султанова и профсоюз самого Кумтор Оперейтинг Компани и Центральный комитет горно-металлургического профсоюза отреагировали достаточно слаженно, продолжая настаивать на том, что права кыргызстанца были нарушены. Но почему же, казалось бы, заурядное гражданское дело судами рассматривается так долго? Уж не заинтересован ли кто-то в том, чтобы процесс длился как можно дольше? Очень важная деталь. Интересы ИСЦА представляет Мадина Давлетбаева, долгое время занимавшая пост заместителя председателя Бишкекского городского суда. Я просто хочу обратить внимание еще на вот такой факт. Понимаете, представитель ответчика, это бывший судья, Давлетбаева Мадина Акремова, это бывший судья Бишкекского городского суда. Она несколько лет занимала должность заместителя председателя по гражданским делам Бишкекского городского суда. Любимица двух президентов. Она выносила такие решения. И у нас, слава богу, сейчас есть интернет, и там можно найти довольно-таки много информации по ее деятельности. И она своим авторитетом давит постоянно на этих судебных процессах. В чем это проявляется? В чем проявляется? Это проявляется в том, что они выносят вот, во-первых, такие решения. Во-первых, во время прении нам вообще не дают ничего сказать. Отметаются наши вопросы. На вопросы она наглую не хочет отвечать. Вот, например, по вот этому вопросу. Общее собрание акционеров, вот, решение, вот. Вы знаете? Она, я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Мой адвокат еще раз задает. А судья Скрипкина говорит, вы же слышали ее ответ. Что вы, мол, до нее докопались? Вот. Вот и все. И потом, когда судья, когда, например, та же Давлетбаева начинает что-то рассказывать, говорить, некоторые судьи аж пристают и говорят, да, да, мы согласны с доводами ответчика. Ну, разве такое допускается? Это же нельзя. И она имеет чудовищное влияние на судей Бишкевского городского суда, потому что она там работала. Она несколько лет там занимала такую должность. И сейчас она еще пытается попасть в Верховный суд. И я теперь уже вижу эту схему такую четкую, да, и получается, что, может быть, не сейчас, может быть, там, через год или два, она вновь попытается попасть в Верховный суд. В Верховном суде она будет там рассматривать гражданские дела. И такие, как Султанов, там будут, которые незаконно уволили, там, две инстанции выиграли, пришли на третью, а там сидит эта госпожа. Самую громкую славу Мадина Давлетбаева снискала в 2007 году в процессе поиску партии Атамикен к Центразбиркому во время выборов четвертого созыва Джугурку-Кенеша. Тогда, напомним, были сфальсифицированы итоги голосования. В результате Атамикен не смог преодолеть полупроцентный барьер по городу Ож. Политическая организация требовала отменить итоги выборов, что позволило бы ей пройти в парламент. Однако судья Давлетбаева строго стояла на страже интересов тогдашнего президента. И партия Умрубека-Секибаева в Джугурку-Кенеш не была допущена. То, что делает вот эта Давлетбаева, это оплюха всем нашему правосудию. Это плевок просто, это неуважение. То, что она делает, как она это все обставляет. И вот эти судьи, мне иногда казалось, что даже судьи, по-моему, неграмотные, что ли. Ну, понимаете, она ему так вкладывает. Ну, как можно, допустим, давать решение, допустим, Давлетбаева приносит готовое решение, я так уже полагаю. А они просто вставляют, допустим. Потому что я сравнивал, допустим, ее возражения на первой инстанции и определение районного суда. Один в один, понимаете. Судьи просто ленятся, даже не удосужатся написать. Переделать чуть-чуть. Да, хотя бы запятые пусть поставят, да, понимаете. Потом еще такая проблема. Судьи, вот докладчики, они не приходят подготовленными. Вот я сколько процессов посмотрел, докладчик вообще не знает тему. Ну, изучи хотя бы два вечера. Нет. Приходят, просто поверхностно прочитали. Ну, потому что есть заинтересованность со стороны. Учитывая, что Кунтор – это мощная организация. Ну, и плюс вот этот авторитет, скажем так, этой Давлетбаевой, ну, он очень сильно влияет. И пока вот сейчас много в обществе говорится о каких-то судебных реформах, та власть там эта, да не будет никакой реформы. Потому что вот пока вот такие люди будут обучать наших судей, пока они вот так будут влиять вот так тлетворно на судей, у нас никаких судебных реформ не будет. Я сталкивался с помощниками судей. Они такие же, как эти судей. Они, чему они могут научить? Они ничему не научат. Они видят, как это все делается. Их отношение к простым гражданам. Мы приходим с заявлением. А они как будто полубогие там, я не знаю. Сложно вообще пробиться. Верховный суд еще более-менее. Я говорю, Верховный суд только вот задал эти вопросы, и все, и дело развалилось. У меня теперь надежда на то, чтобы вот Верховный суд, ну, я не знаю, у нас еще опять в третий раз городской суд, что ли, будут отправлять. А в городской суд бесполезно идти. Там сидит Воронцово, там сидит Толубаево. Там сидит Скрипкин, Манжиево, Бесикеев там сидит. Они уже вынесли решение, тут уже бесполезно. Ну, и плюс это во главе этой всей группы, это Давлидбаева, которая пинком дверь открывает в любой кабинет, ее все слушают. Там только уборщица в горсуде ее не знает. Я серьезно говорю, это просто видеть надо. Ну, за четыре года многому можно научиться и посмотреть. Мало того, что оппонентом выступает крупная иностранная золотодобывающая компания, так еще и отечественные служители Фемиды отличились. И вместо того, чтобы объективно рассмотреть и изучить все обстоятельства дела, выслушать аргументы сторон предпочитают искусно волокитить, а местами и нарушить закон. 5 апреля 2018 года начался вот процесс апелляционной коллегии по гражданским Бишкесского городского суда. Да, это в третий раз. Но ввиду того, что моему адвокату стало плохо, у ней случился гипертонический криз. И то представитель ответчика там требовало продолжения процесса, видя, что человеку плохо, там уже за 200 давление уже перескочило. Ну, они уже вынуждены были отложить. На 11 апреля отложили. 11 апреля мой адвокат находился на лечении в больнице. Я пришел на процесс, представил справку, представил ходатайство. Они даже хотели рассматривать уже и без моего представителя, без третьей стороны. Ходатайство о переносе, да. Ну, в конце концов, Манджиева вынуждена была, потому что все-таки закон никак надо выполнять. Как они будут рассматривать, если без одной стороны, да, без истца. Потом дело назначили на 20 апреля. 17 апреля мой адвокат отправил официально через спецсвязь телеграмму на имя Манджиевой. 18 числа в 16.00 городской суд принял эту телеграмму. Она получила эту телеграмму. Мы получили со своей... Я поехал в специальную спецсвязь, получил уведомление, подтверждение, что они получили, да. Это все вручили. А 20-го числа они без нашего участия, без участия третьей стороны, то есть, получается, там была эта Давлетбаева, Скрипкина, Манджиева. Третий судья, она отказалась назвать свою фамилию, я так и не выяснили. Они приняли решение и вновь нам отказали. То есть, получается, они опять грубо нарушили закон. Как можно без истца рассматривать дело? О том, как проходят судебные процессы, обществу известно. Но чтобы так явно и без пардона лоббировались интересы... А вот это поручение, вот я задаю вопрос. Один кадр имеет право не исполнять? Не хочу отвечать. Судьи говорят, ну ладно, ладно, она не хочет, это ее мнение. А так нельзя процессы вести. Судьи ни в коем случае так нельзя. Потому что они уже проявляют свои заинтересованные, нарушают процессуальный порядок. Вот на это мы бьем и отмене получаем. То есть я правильно понимаю, что при сокращении, переводе, увольнении сотрудника, вернее, там, всегда должно быть письменное согласие профсоюзного комитета предприятия? Да, предварительно. А где предварительно написано? Вот у меня вопрос. А закон, вот смотрите, пленум, да? Вот говорят. При рассмотрении дела о восстановлении на работе, лице трудовой договор, с которым расстроен по инициативе работодателя. Вот это я вам сказала еще раз, чтобы вам было понятно. Работодатель никакое сокращение не делал. Работодатель по отношению ИСА никакой ничего. Они 20 августа 2013 года в неочередном собрании учредителей, они хозяевы. Они их перевели. Все. Там пустое место, не тут. А 76-й идет, чтобы исполнить вот это решение. И вот тогда в этом случае законодатель говорит по инициативе работодателя. Нам прежде надо найти основание, что работодатель его расторгнул. Вот местный профсоюз говорит же, мы не даем согласия на увольнение. Потому что там оснований никаких нет. Нет. Вы, говорит, нам покажите. Почему, говорит, вы его сокращаете, вы его увольняете, вы его гонением занимаетесь, улучшаете положение. А они пишут. В пакете документов имеется уведомление отдела кадров от 16 мая 2014 года, в котором сообщается, что все же администрация Кумтор Оперейтинг Компани решила выполнить подобную процедуру, аннулировав уведомление от 28 апреля 2014 года и 18 марта этого же года, сообщила в правком о сокращении должности координатора транспортного отдела. По словам защиты Махмуда Султанова, раз аннулировано уведомление, значит и аннулирован и сам приказ о сокращении, так как уведомление – документ непроцессуальный и не имеет юридической силы без самого приказа, как и приказ без уведомления. А я говорю, уведомление что это? Уведомление юридической силы не имеет. Это не процедуальный документ. Процессуальный документ – приказ. А уведомление – это атрибут приказа. Без уведомления, да, без уведомления тогда они не будут давать, этот приказ работать не будет. Поэтому законодатель для того, чтобы довести до кого они увольняют, вот они применяют вот это уведомление. Он юридической силы никакого не имеет. Здесь закон есть такой, вот 1 апреля хотели они его уволить, 1 апреля увольняют, закон запрещает. Дальше нельзя. Вот то, что вот это все пишут, это им минус. Законодатель говорит, 1 апреля ты не уволил, все, он как там работал, так и остался. Вот эти приказы все-все ушли. Теперь, чтобы его уволить 20-го, они должны еще раз предварительно договориться, вот то, что они должны были делать, еще раз договориться, предварительно получить согласие, представить все документы, что просаясь, просит, а потом от них получит мотивированный или да, или нет, а потом еще приказ издать, этот приказ ознакомь его, и вот это все процедуры. То есть все процедуры по правилам сделать как положено. Вот так. Они этого не сделали. Потому что дальше почему нельзя было? У них-то уже приказ 76-й идет, это уже март кончился, уже у них июнь же идет. Вот такая непростая ситуация сложилась, казалось бы, в обычном трудовом споре, который можно было бы рассудить по закону и не тянуть резину. Но, видимо, кое-кому это совсем не нужно. Вот и каруселят дело, закрывая глаза на неоднократные постановления Верховной инстанции, которые предписывают исследовать обстоятельства дела, истребовать документы, дать соответствующую правовую оценку и принять законное и обоснованное решение. Угадайте, кому же выгодно волокить эти дела не один год? И сколько это может стоить? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова